Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире передача «Актуальное интервью» я и ведущий Пётр Смирнов, а у меня в гостях депутат городской думы Иван Иванович Ситников, депутат по округу номер 23. Иван Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Иван Иванович, начнем, наверное, с такого вопроса, с вашего округа. Где находится 23-й округ, какие дома, улицы, чтобы наши телезрители понимали, вы ли их депутат? Ну, могу сказать, что по площади, по протяженности мой округ, вероятно, второй. После первого округа. Ну, первый округ вообще громадный. У меня округ простирается от Фонтана, за зданием администрации, улицы Держивска, Ушакова, Октябрьский проспект, Пионерская, два дома Александровича, Северный переулок и почти до магазина Северный. То есть, вот такой длинный-длинный округ, который включает в себя 72 старых дома. Ну, такой старый центр города. Да, да, совершенно верно. Он такой уютный. Все прекрасно знают, что на Северном переулке между домами сосны растут, типа рощи. Вот раньше строители строили аккуратно, берегли зеленые насаждения. Ну, естественно, и население, мои избиратели, мои дорогие избиратели, они тоже зачастую достаточно серьезного возраста. Вот я посмотрел, вот в этом году, тем, кому исполняется вот круглая дата 90 или 95, таковых около 40. 90? 90 и 95. Двум женщинам 100 лет. Ух ты. Так что округ достаточно такой вот возрастной и дай бог им доброго здоровья. Ну, а чем запомнился мне вот прошлый год и начало нынешнего года, я могу сказать огромное спасибо департаменту городского хозяйства нашей администрации за то, что они помогли установить объекты электроосвещения в квартале номер один. Какой это квартал? Это какие улицы, да? Это от улицы Репина, ну, как мы проезжаем в налогоинспекцию, вот сейчас там вновь открыли здание мировых судей, и до центра поддержки предпринимательства. Почти два гектара. И там никогда не было, со дня основания этих домов, опор уличного освещения. Когда я посмотрел, вот в межсезонье весной, осенью темень, глаз выкали. А я уже сказал, что живут достаточно возрастные люди, ну, вот если кто-то, допустим, на мокрый лист, осенью наступит или налить весной, значит, ну, это чревато травмой. И вот при поддержке департамента городского хозяйства нам удалось установить там 25 светильников. Они очень понравились жителям этого микрорайона. Ну, пожалуй, 95% довольны и говорят спасибо. Интересно, чем недовольны те самые пять? Ну, слишком ярко светит. А наоборот, вот в других микрорайонах жалуются, что тусклый свет даже у новых светильников, а у меня очень яркий, и они такие достаточно красивые. Вот этим делом можно гордиться. Совместное дело депутата и городской администрации в лице ДГХ. Ну, вот как раз хотелось, да, поговорить немножко об итогах предыдущего года, может быть, такой мини-отчет, да. Да, понятно, что работа депутата заключается в посещении заседаний городской думы, комитетов, в которые вы там, Иван Иванович, входите, да. Вот, но в том числе и работы с избирателями на округе. Давайте, наверное, вот поделим и начнем вот непосредственно с заседаний думы и так далее. Возможно, какое-то из решений хотелось бы выделить, или как проходила вообще работа в думе у вас? Значит, ну, я участвую в работе трех комитетов. Ну, сразу скажу, я пропустил только одно заседание городской думы по уважительной причине в начале прошлого года. А так, я участвовал в 11 заседаниях городской думы и порядка в 40 заседаниях комитетов. Сразу скажу, я считаю, эту часть депутатской работы очень важной, поскольку вот именно здесь, на комитетах, на думе обсуждаются не локальные микрорайонные дела, а именно дела общегородского звучания. Мы ведь не окружные депутаты, а городские депутаты. Поэтому вот в данном вопросе нельзя игнорировать, нельзя пропускать заседания. Ты и в теме, и в то же время ты, когда голосуешь и принимаешь решения, коллективные, конечно же, то как бы вот в этом отношении принимаешь участие в общегородских делах. Запомнилось многое. Но, естественно, самый важный вопрос – это утверждение городского бюджета. А когда его рассматривают, обсуждают, то каждый депутат, и не только депутат, а именно мы транслируем мнение избирателей, волен вносить поправки. Вот я ряд поправок сделал уже в декабре прошлого года, когда мы утверждали городской бюджет. И надо сказать, что некоторые из них прижились. Данные поправки, они не сиюминутные, а долгоиграющие. Вот, например, был наказ избирателей благоустроить тропу здоровья. Это не мой округ, это вот от Силкина до Серебряных ключей. Вы знаете, опять же, у департамента городского хозяйства нашло понимание вот как раз эта поправка. И они сказали, пожалуй, мы рассмотрим вопрос, изучим его и рассмотрим вопрос, чтобы вот данную территорию включить в голосование, но уже тогда, когда будет определяться зона. Не вот такие вот вам решать, а именно за счет фонда комфортной городской среды. И как раз вот эта поправочка, я говорил, там лавочки сделать, навесики, они посмотрели шире. И если сделают проект, то, пожалуй, приведут в порядок и тропу здоровья совсем в другой части города, где мой округ. Вот такого уровня мне понравились вопросы, и на заседание как раз ходить не нужно. Я еще стою в комиссиях безопасности дорожного движения, но это не значит, что мы решаем там абсолютно все вопросы. У нас там, опять же, просьба избирателей установить знак, положить лежачий полицейский и так далее и тому подобное. Но как раз вот за качество дорог эта комиссия не отвечает. Я сразу упреждаю вопросы. А что касается работы в округе, то можно констатировать, что удалось на долевом участии с жильцами установить больше 20 металлических дверей с домофонами на подъезды домов. Но это же достаточно много. То есть там совсем не оборудовано было. Ну, по сути дела, на Северном переулке очень много дверей поставлено. Третий, пятый, второй. На некоторых остались. Но когда они обратятся, мы этот вопрос будем решать. В выгодном положении находятся те жители, у которых, например, в подъезде 20 квартир. Они платят меньше. А вот на Дзержинском, на Ушаково, там 8-9 квартир. Ну, они вынуждены платить больше. Ну, а я каким-то образом там спонсорские средства уношу. И, по-моему, здесь тоже все довольны. Но еще, как бы, видите, какой год-то прошел. То наледь, то снег, то оттепель, то мороз. Поэтому многие жители просили установить металлические козырьки над их подъездами в избежание травм. Шесть таких козырьков установлено. И тоже люди благодарят. Ну, и второй момент. Самое важное, что? Кроме территории, домов, благоустройства. Самое важное в нашей работе – это люди. Конечно же, работа с людьми. И я дорожу теплыми отношениями с Советом ветеранов микрорайона номер один у меня в округе. С Советом ветеранов Парижеки номер пять. С детьми войны. Они вообще меня в свое управление включили. С центром досуга ветеранов, который базируется в клубе «Авангард», мы с ними провели, по-моему, серию экскурсий. Не только с ними, не только с моими избирателями, которые проживают в округе, но и с профсоюзным активом, и с ветеранов другого округа, в частности, 6 микрорайона. Экскурс по городу. Ну, где-то у меня экскурсия длится два часа. Это прям непосредственно пеш-экскурсия? Нет, 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 на автобусе. Заказываем автобус, 30 человек с микрофоном. Садимся в автобус, и я начинаю им рассказывать, а вот это то, а вот это то, а вот это то. Но как они признавались, что мы побывали как будто в другом городе. Экскурсия от памятника Серафиму Саровскому и до Балаковского пруда, где установлена красивая часовня. А когда мы по городу проезжаем, ну, здесь как бы меня не остановить. Значит, еще я хорошо чем? Подождите, Иван Иванович, я думаю, что это же такая тайная активность, по большому счету. То есть это для Совета ветеранов и, так сказать, ваших избирателей. Но я думаю, что, может быть, кто-то еще хочет побывать на такого рода экскурсии, да, автобусной по городу. Я вот для меня это в новинку, я такого даже не слышал от вас ни разу. Нет, а уже, уже. Да, вопрос, как записаться и кому можно обращаться? Может быть, есть желающие среди наших зрителей, кто захочет послушать ваши истории про город? Меня уже завалили заявками. Так. Значит, вот когда немножко станет потеплее, и когда дороги подсохнут, ну, чтобы мы грязь не месили, мы все-таки выходим из автобуса, например, сфотографируются у памятника, там, сфотографируются у часовни. И, кстати, сразу скажу, по ценам прошлого года, двухчасовое использование автобуса на 30 мест стоило 5000 рублей. Я не знаю, какие цены сейчас. Значит, и вот в этом отношении, сразу скажу, я готов весной нынешнего года, вот в апреле, значит, свозить на эту экскурсию по достопримечательностям города ветеранов нашего медсанодела, ныне КБ-50. Ветеранов третьего микрорайона, ветеранов первого микрорайона, опять же, профсоюзный актив. Уже вот, видите, заявки какие? И я еще запамятовал, кто-то еще. То есть уже четыре экскурсии как минимум расписаны? Да, наверное, четыре или пять. Значит, многие еще и в Девею просят, как раз после Пасхи. Я думаю, как раз погода будет благоприятствовать. Вот, но это еще не все. Вот здесь, вот в Канале 16, мы монтировали и снимали 75 исторических очерков, 75 серий. Но, опять же, по просьбе ветеранов, мы проводим сейчас в библиотеке имени Маяковского творческие встречи. Если экскурсия двухчасовая по городу, то там встречи часовые. Значит, вот ближайший четверг тоже будет такая встреча, на которую приходит порядка 80 человек каждый четверг. Ну, мы два раза вместе делаем. И я очень дорожу их вниманием, их интересам. И вообще, когда я вижу в зале родные лица, ну, как бы у меня вдохновение какое-то появляется. Три десятиминутных фильма я показываю, потом вопрос-ответ, вопрос-ответ. И вот так незаметно на одном дыхании проходит этот час. Друзья, я напомню, что все передачи «Исторические очерки» вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. 75 выпусков. И я так понимаю, именно они и ложатся в основу вот этих небольших мини-лекций. Конечно, конечно. Ну, и вот я даже как бы тоже дорожу тем, что ветераны нашего института вручили мне благодарственное письмо именно за проведение вот таких творческих встреч. Мне тоже на душе тепло после этого. Кстати, ко мне обращаются не только ветераны. Да, многие люди, работающие, говорят, а почему какое-то неудачное время в 15.00? Но это удобно ветеранам. Если кому-то вдруг, у кого-то вдруг появится желание проводить вечерние встречи, это нужно договориться, посмотреть, какой график у библиотеки. Можно их шесть проводить. Но библиотека достаточно загружена в учреждении, и там у них двери не закрываются. Нужно посмотреть. Ну, а обращаются даже и подростки. Вот тоже приятно было, когда одна воспитанница кружка юных журналистов при Дворце детского творчества обратилась ко мне с просьбой помочь ей составить работу на конкурс на областной по поводу герба нашего города и вообще символики нашего города. Я ей помог, а она заняла второе место в прошлом году. Вот какой-то лепту своего внес. Одна проблема мне не дает спать. Вот именно проблема нынешнего года. Проблема нынешнего года. Но я так понимаю, что вы участвуете в проекте, как называется, инициативного бюджетирования. Вам решать, да? Мы очень подробно говорили в предыдущих передачах, друзья, про этот проект, губернаторский проект и почему важно, собственно говоря, в нем принимать участие. Я так понимаю, Иван Иванович, у вас тоже есть проект. Если можно, ну, коротко, но можно и широко. Если можно с самого начала. Откуда, почему, что это за проект, и почему он для вас очень важен. Ну, я сначала размахнулся. Я сказал, что мой округ громадный, я бы сказал, да. И проблем в нем накопилось достаточно много. И старые дома, и территории, которые мне благоустроились годами. Вот. Я выдвинул два проекта. Но сразу сказал, один проект, ну, катастрофически не набирает голосов. А вот второй проект на сей момент набрал 310 голосов. Сразу скажу, мне бы еще 200. Вот. Почему я этим проектом очень возволнован? Потому что в городском бюджете на благоустройство наших округов заложена строка 500 тысяч рублей на каждый округ. Вот я в прошлом году, опять-таки, я забыл об этом сказать. За школой номер 20 проложена примерно 100-метровая асфальтовая дорожка. Не очень широкая. Значит, хорошо, что хватило этих 500 тысяч. Все. Деньги кончились. И когда ко мне вращается, нам булавочка, нам заборчик. Товарищи, все. Источник иссяк. А вот в этом отношении губернатор, когда объявил конкурс «Вам решать», он в основу заложил голоса жителей не только Сарова, но и всей области, и даже всей России, всей страны. Те проекты, которые наберут большее количество голосов, будут профинансированы. Губернатор выделил нашему городу 40 миллионов. Городской бюджет будем округлять 25, чуть-чуть спонсоры. Опять же, если будем округлять, около 70 миллионов положено на алтарь, можно сказать. Но не все проекты, а от города 20 проектов заявлено, не все проекты могут быть профинансированы, а только те, которые наберут нужное количество голосов. Не знаю, какой будет рубеж, где будут подведены черта. В прошлом году черта была подведена под теми проектами, которые не набрали 300 голосов. Меньше их даже не рассматривали. Больше их профинансировали. Какой рубеж будет в этом году? 500 голосов, 600, я не знаю. Но вот в этом отношении мне очень не хватает, уважаемые телезрители, ваших голосов. А проект касается... Да, давайте про проект, потому что понятна важность. Я вижу, что вы наиболее заинтересованы здесь человек. Сразу скажу, богом забытый переулок Северный. Значит, аккурат двор от здания 5-го ЖЭКа. В сторону улицы Харитона. С одной стороны дома по улице Поведа, с другой дом номер 3, дом номер 5. По проекту, проектно-сменятная документация, благоустройство, в первую очередь, 5 миллионов. И если губернатор дает деньги, то грех не взять. Но голосов не хватает. Так что здесь подразумевается? Значит, жители, которые идут от переулка Северный в сторону улицы Поведы, или наоборот, они протоптали по земле грунтовые тропинки. Они бывают грязные, весной и осенью, во время дождя. Вот по проекту предполагается, вот там, где люди протоптали эти тропинки, продолжить дорожки, цивилизованные дорожки. Причем ни одно дерево не пострадает, ни одно зеленое насаждение не пострадает. Более того, предполагается вдоль дорожек высадить декоративные кустарники. Далее предполагается сделать кое-что для детей, потому что ко мне уже вот жители этих домов 5-го, 3-го обращаются, но там еще устаревшая арматура, которая небезопасна для детей, пыльная, грязная, там, ржавая и так далее. Нужно, опять-таки, современные детские городки. Другой житель, который, правда, живет с той стороны Жека 5-го, просил установить спортивные снаряды, там, пресс качать, там, перекладины, турники и так далее. И спортплощадка предусмотрена. Более того, мы даже с активными жителями, со специалистами центра ЖКХ нашли возможность сделать уширение проезда для парковки автомобилей. Чтобы разгрузить дворы немножко от заселия машин. А где это будет? Это старт создания Жека, и там, ближе ко второму, к восьмому дому. Нашли. И это все в одном проекте? Да. Но проект, он дорогостоящий, больше 5 миллионов. Но это в первую очередь. И я буду очень огорчен, скорее всего, если этот проект не пройдет. Поэтому, пользуясь эфиром, я вот прошу посмотреть. В перечне городских проектов он значится последним, 20-м. И там ориентир такой, вот, можно показать. Северный переулок 3. Еще раз подчеркну. Дома на Северном переулке возвели в 1968 году. Больше 50 лет назад. Там по-крупному ничего не делалось. Ну, давайте обратим внимание. Я просто немножко зациклился на этом проекте, потому что, ну, как бы, очень переживаю. А почему? Потому что вот мое поколение и старше, и жители этого микрорайона, они недостаточно хорошо владеют секретами онлайн-голосования. Интернетом. Да. И не у всех есть вот такие смартфоны, а только кнопочные телефоны. И ваш покорный слуга тоже не суперспециалист в этом деле. Поэтому я беру молодых студентов-волонтеров, которые будут мне помогать. Но пока вот чуть больше 300 голосов, а нужно больше. Так, давайте немножко по инструкции тогда. Я думаю, что у нас есть возможность сказать, как это можно сделать. Вот я вижу такой, ну, у вас есть плакат, да? Я прочитаю вам, дорогие друзья. Значит, нужно зайти на сайт вам.голосза.ру. Этот адрес у вас сейчас на экранах. И дальше перейти к проекту «Вам решать». Значит, и нажать на кнопку «Проголосовать». И я так понимаю, вы зарегистрировались. Пройти туда через госуслуги или ввести свои данные. Да, там соответствующая анкета есть. Дальше выбрать город Саров, городской округ город Саров. И проект благоустройства «Перилок Северный дом 3». Он последний в списке. Да. То есть, просто прокат пролистываем в конец. Там последним в списке числится на фотографии собачка. Друзья, вот. Да. Вот эта фотография с собачкой. Большиня. Не ошибетесь. Вот. И дальше, если все прошло успешно, то будет надпись «Спасибо, ваш голос учтен». Да. И таким образом, я думаю, Иван Иванович получит недостающие голоса, а наш город – еще одно благоустроенное пространство. Иван Иванович, вот мы, говоря о работе с избирателями на округе, да, много уделяем внимания, ну, вот, и вы, да, уделяете внимание избирателям, будем говорить, ну, старшей возрастной категории, я такими штампом немножко скажу, но я так понимаю, что все-таки все равно есть какое-то там количество молодых семей с детьми, и вот все-таки детский городок, да, в благоустройстве, он же, ну, не для того, чтобы пенсионеры на нем развлекались. Поэтому, может быть, расскажете, как вот работать с молодыми семьями, и что для детей делать на округе? Да, спасибо за вопрос. Значит, аккурат вот 6 мая прошлого года, а 6 мая – это день Георгия Победоносца и день окончания Великой Отечественной войны. И как раз вот именно в этот знаменательный день мы совместно с Павлом Анатольевичем Наваевым, клубом «Мужество», с другими курсантами, православной гимназией, клубом «Витязь» устраиваем массовое фаторитическое действие на берегу Балыковского пруда. Они играют в свои маленькие спортивные игры, получают награды, очень увлеченно играют. Спасибо как раз нашему историческому клубу 1945, которые иногда приезжают с ретро-техникой туда, живописное место, увлеченные дети. И опять-таки мероприятие – это акция на пользу. Вот когда мы говорим о необходимости патриотического воспитания, вот оно – воспитание в действии. Вот как раз на этом празднике было где-то около 100 человек. Я этим тоже очень дорожу. Значит, вместе с моим коллегом депутатом Нонны Левиной мы провели в прошлом году два детских праздника. Один. А у вас рядом округа, да, получается? Да, да, да. И мы как-то кооперируемся. Наши помощники помогают нам делать вот эту концертную программу. И один праздник мы провели в сквере со зданием администрации аккуратно на Пасху в прошлом году. А второй праздник – на Масленицу у Дворца Пионеров. Спасибо Светлане Анатольевне Калипановой, директору Дворца Детского творчества, который пустил нас на эту территорию. Дети довольны. Это уже для маленького, дошкольного и младшего школьного возраста. То есть мы не забываем как ветеранов наших самых главных избирателей, так и молодежь и совсем маленьких детей. Но вот в этом отношении я могу уж совсем в заключении сказать, это не моя заслуга. Опять-таки это заслуга подрядчиков того же муниципального предприятия ДЭП, что у нас наконец-то преобразился детский парк. Это тоже примыкает к моему округу. Что у нас преображается сквер в лучшую сторону, где фонтан. И в этом году будет вторая очередь. И опять-таки я радуюсь, что торжественно открыто здание мировых судей, которое стояло, наверное, года 4. В запустении, да? Да, на улице Репина. И капитально стали ремонтировать дом номер 7 по улице Держинского. А кровлю доделывают на доме номер 4 по улице Держинского. Опять-таки подчеркиваю, здесь нет моей заслуги. Но, коль это территория округа, округ преображается, хорошеет. Вот, в принципе, что я хотел сказать. И благодарю за то, что вы пригласили на эфир. Иванович, спасибо большое, что пришли и нашли возможность рассказать о своей работе. Небольшой отчет о деятельности депутата Городской Думы. Я желаю вам успехов в вашем проекте. Друзья, не забывайте проголосовать. С вам.голосза.ру. Заходите, не стесняйтесь, голосуйте за любой понравившийся проект. Ну, именно проект Ивана Ивановича. Иван Иванович, удачи. Удачи в работе депутата. Удачи в конкурсе вам решать. Спасибо. Друзья, с вами мы увидимся через неделю. До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова